Сегодня мы поговорим о поддержанной Toyota Camry. В 1980 году корпорация Toyota начала производство первого седана бизнес-класса Celica Camry, который базировался на платформе знаменитого купе Celica. Celica Camry имела мотор 95 лошадиных сил, слабоватый для громоздкого седана. С тех пор сменилось аж 5 поколений этого автомобиля. И герой нашей сегодняшней программы это Camry 6. Эта машина с наиболее популярным мотором 2,4-167 лошадиных сил. Она произведена в Японии в 2006 году и на данный момент имеет пробег 70 тысяч километров. С марта 2008 года Camry начали собирать на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом и комплектовать рядным четырехцилиндровым двигателем 2,4, либо V-образной шестеркой объемом 3,5 литра 277 лошадиных сил. С более мощным двигателем устанавливалась шестиступенчатая автоматическая коробка передач, а у 2,4 – пятиступенчатая механическая автоматическая коробки. Были еще гибридные версии автомобиля с вариатором, но они к нам официально не поставлялись. Один из основных вопросов волнующих автолюбителей – а есть ли отличия по надежности и качеству сборки между российской и японской Camry? На этот вопрос мы и постараемся ответить. И начнем с салона. Качество сборки нашего японского автомобиля очень даже хорошее. А для сравнения давайте заглянем в его отечественного близнеца, который на пару лет моложе, а собственник этой машины любезно согласился поучаствовать в нашей программе. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. Пересаживаясь из одного салона в другой, разницы в качестве салонного оформления я не наблюдаю. Честно говоря, не нашла их и после дотошного изучения. Сколько бы я ни нажимала кнопочки, ни открывала бардачки, все действительно хорошо. Разницы между японской и российской машиной я не обнаружила. У российской Camry сиденья отечественного производства выглядят ничуть не хуже, чем у японской машины. Я бы даже сказала, что вообще у этой машины салон выглядит аккуратнее, ну и можно сказать, что как новый. Но это скорее вопрос эксплуатации, аккуратности хозяина, нежели вопрос качественности салона. Хоть российская машина и находится в эксплуатации на два года меньше, чем наша японская, тем не менее, все же уже четыре года. А к лакокрасочному покрытию здесь никаких претензий. То же самое можно сказать и про японцы, тем более, что обе эти машины ни разу не крашены. То есть лакокрасочное покрытие здесь заводское. Самое главное, что металл качественный и ржаветь даже на открытом воздухе не собирается. Другая проблема экстерьера автомобиля – пластиковые фары. Они быстро мутнеют, легко потеют и иногда, работая с галогеновыми лампами, даже трескаются. Штатный ксенон тоже от мелких неприятностей не избавит, так как лампы могут перегореть и через 20 тысяч километров. А как обстоят дела с надежностью российской Camry, давайте спросим у ее владельца. Тимур, вы давно являетесь владельцем Camry? Порядка двух лет. Хорошая, надежная машина, очень доволен. Обслуживание, я считаю, что идеальное сочетание цены и качества. Машина в обслуживании недорогая, не ломкая, надежная. Пока таких поломок не было, ни по электронике, ни по самой ходовой части. Есть свои недочеты в плане, там, салон поскрипывает, слишком большой, по моему мнению, объем двигателя. 276 лошадей многовато для этой машины. Идеальный вариант, я считаю, что трехлитровая машина, порядка 220 лошадиных сил. Но такой машины нет? Такой комплектации не существует, к сожалению. Моя машина российской сборки. В сервисе я не заметил большой разницы. Мастер сказал, что, в принципе, отличий по качеству нет. У машины, о которой сегодняшняя программа с двигателем 2,4, расход порядка 10 литров в смешанном цикле. Какой расход у вас? На моей машине расход смешанный порядка 13-13,5. Но на трассе я видел цифру 9 на компьютере. Toyota Camry дважды удостаивалась звание лучший автомобиль бизнес-класса в России. За богатое оснащение, комфортную подвеску, просторный салон, хорошие технические характеристики. Но есть еще факторы. Надежность, недорогое обслуживание, обилие запчастей и сервисов. Как официальных, так и нет. Например, при пробеге 30-50 тысяч километров, ТО на официальной сервисной станции обойдется вам в 11500, а ТО 40 и 60 – в 14700 рублей. Самое дорогое техническое обслуживание на 80 тысяч километров будет стоить 22200, а у неофициалов те же ТО 30 и 50 можно сделать по цене от 8 до 9 тысяч рублей, а техобслуживание на 40 и 60 – не более 11 тысяч рублей. Чем дороже ТО, тем больше экономия. На 80 тысячах в сервисах неофициального дилера вы заплатите 15 тысяч рублей. Силовой агрегат 3,5 литра V6 проблем собственникам машины обычно не доставляют. Конечно, при условии, если топливо заправлялось качественное, ну и расходники менялись вовремя. А вот двигатель 2.4 имеет слабое место – помпу. Зашуметь она может при любом пробеге и обычно меняется дилерами по гарантии. Главное – не перепутать эту проблему с износом натяжного ролика. Те шестиступенчатые автоматы, установленные на Камри, а у этой машины с двигателем 2.4, автомат пятиступенчатый, проблем в основном своим собственникам не доставляли. За исключением машин с шестого года из первых партий, у которых как раз были к автоматам большие вопросы. Камри из первых партий, поставляемых на российский рынок, обладала неприятным для владельцев дефектом. Новые пяти- и шестиступенчатые автоматические коробки при переключении передач упорно не хотели включать высшую передачу. Данный дефект был обусловлен не в полной мере доработанной конструкцией и программным обеспечением коробки и был устранен на сборочных линиях в конце осени 2006 года. Хозяину нашей машины повезло – автомат всегда работал идеально. Автоматическая коробка – один из самых сложных агрегатов автомобиля. Тем не менее, давайте все-таки попробуем проверить ее самостоятельно. Проверку АКПП стоит начинать с проверки уровня масла. Для этого достаем щуп, протираем его и ставим снова. В идеале уровень масла должен быть между двух рисок. Здесь он даже чуть выше нормы. При проверке обратите внимание не только на уровень масла, но и на его консистенцию. Кстати, проверять масло в коробке стоит при температуре масла от 60 до 90 градусов. А достигается это приблизительно 20 километрами пробега. Цвет масла должен быть оранжево-желтый, темно-желтый или светло-коричневый без металлических примесей. Это самый лучший результат. Значит, масло заливали как положено, не забывая его менять. Если цвет масла черный, то стоит насторожиться. Значит, что оно старое. А коробка очень чувствительна к качеству масла. Если масло отдает горелым запахом, это означает, что в коробке не палатки. Ну а если оно красное, значит, его только недавно залили. Дальше проверим саму работу КПП. Предварительно прогрев автомобиль, поставьте коробку в положение нейтраль, удерживая ногу на тормозе. После этого плавно переключите коробку в положение R, реверс, то есть задний ход. И отпустите тормоз. Машина должна начать двигаться назад. При этом вы не должны слышать никаких посторонних звуков, не должно происходить никаких рывков и толчков. То же самое проделайте, поставив ручку КПП в положение драйв, то есть движение вперед. Точно так же, отпуская тормоз, не должно происходить никаких рывков и толчков. И главное, движение вперед должно быть медленным, плавным. Теперь самая важная часть проверки. Удерживая педаль тормоза, сделайте драйв, реверс, драйв. Вы должны чувствовать, что переключение в коробке происходит немедленнее, чем за 2 секунды. Удивительно, но при внешне качественных материалах такое впечатление, что у машины сверчки повсюду. То есть в этой машине, например, скрипит сидение, раздаются какие-то звуки из-под торпеды, из-под магнитолы. И если плохая изоляция внешних шумов, видимо, конструктивно заложена в этот автомобиль, то, по отзывам владельцев, количество внутренних шумов с годами лишь увеличивается. Кстати, у автомобилей и отечественной, и японской сборки. Подвеска Камри обладает хорошей энергоемкостью и даже при езде по неровностям сохраняет комфортное ощущение внутри в салоне. Пробить стойки тяжело, заставить их течь еще сложнее. Амортизаторы могут попросить замены где-то к 50 тысячам пробега и обойдутся порядка 12 с половиной тысяч рублей. Следующий незапланированный визит в сервис подвеска может потребовать уже ближе к 100 тысячам из-за износа резинометаллических изделий задних рычагов. А, кстати, они меняются только в сборе с самим рычагом. Ну и традиционно, чтобы узнать мнение сервисмена по Камри, ну и об этой нашей конкретной машине, давайте заедем в сервис. На данном автомобиле мы видим две проблемы явные. Это подтекание помпы системы охлаждения и подтекание прокладки клапанной крышки. То есть две проблемы рекомендуется устранить. Помпа, она отвечает за перегрев двигателя, за охлаждение, система смазки. Через прокладку насачивается масло. Ориентировочно заменить прокладку клапанной крышки будет стоить в районе 3 тысяч рублей. Помпу поменять в районе 7 тысяч рублей. На данном автомобиле проверяем задние сайлентблоки. Присутствует явная неисправность нижнего сайлентблока кулака. Кулак в сборе рекомендация заменить. Деталь стоит в пределах 5 тысяч рублей. Ремонт будет стоить порядка 2 тысяч рублей. С левой стороны автомобиля присутствует явная неисправность сайлентблока. Ремонт равназначен стороне по правой. На данном автомобиле рекомендация заменить переднюю правую шаровую опору, помпу, система охлаждения двигателя протекает, прокладку клапанной крышки и заднюю правую и левую цапку автомобиля. Примерно стоимость данного ремонта будет стоить порядка 23 тысяч рублей. Еще 2-3 года назад Camry была очень угоняемой, поэтому и страховать ее было дорого. Сейчас она также присутствует в рейтингах, но уже не на первых позициях. Но, тем не менее, пренебрегать дополнительными охранными системами все-таки не стоит. Camry оснащена фронтальными и боковыми подушками и шторками безопасности. При краш-тестах по евро NTP модель получила максимальное количество баллов за безопасность. С уверенностью можно сказать, что Toyota Camry удовлетворяет всем мировым стандартам пассивной безопасности. И среди отечественных автомобилей с этой точки зрения это одна из самых лучших машин.